Приветствую всех, кого знаю, приветствую всех, кого не знаю. Очень рад. Нет больше радости, нет больше той радости, когда ты приходишь и видишь, что то, что ты однажды начал, продолжается и процветает. Поэтому я хочу поблагодарить пастора Олега Марину, всех лидеров и служителей, которые ведут эту церковь. Давайте воздадим Богу славу за них. В этом греховном мире служить Господу и не отставать, не отступать, это на самом деле героизм сегодня. Я просто пришел вас немного ободрить. Вы знаете, дорогие мои, что Бог очень сильно вас любит. Бог очень вас сильно любит. Бог, Он сотворил вас. Он сотворил для любви. Он сотворил, потому что ему нужно было на кого-то изливать свою любовь. Я знаю, что каждый из вас, Он очень огромный потенциал имеет. Я знаю, что каждый из вас имеет особое призвание. И Бог хочет вас использовать. Он хочет видеть ваши победы. Он хочет видеть, как вы прорываетесь, как вы побеждаете. И Он всегда с вами, всегда с вами никогда не оставляет вас. Никогда. Это иногда вам кажется, что Он вас оставил, но никогда вас не оставляет. Вы знаете, я смотрю вокруг на христианский мир. Я хочу, чтобы увидеть огромную славу Божию. Я хочу видеть огромный прорыв. Хочу видеть огромные дела Божьи. Потому что я знаю, что то, что сейчас происходит, это очень мало. Скажи, это очень мало. Вы знаете, я смотрю, и меня просто иногда настолько навораживает вот это переживание, когда я вижу, что падают люди, падают служители. Я очень переживаю. Я вижу, как люди падают. Поймите, со Христом ничего не стало. Христос такой же. Он вчера, сегодня во веки тот же могущественный, тот же сильный. Вопрос опять же в человеке. И вопрос в том, что Бог, Он хочет видеть совсем другое влиятельное христианство на земле. Он не для этого пришел на землю, не для этого умер, не для этого пролил свою кровь, чтобы мы жили и бедствовали. Понимаете, мы болели, мы жили в грехах, мы, не знаю, еще каких-то проблемах. Поймите, дорогие мои, мы пришли к Богу. Это самое важное, что могло произойти в нашей жизни. Аминь или нет? До того, как ты пришел к Богу, меня не интересует твое прошлое. Меня интересует твое будущее. Бог интересует настоящее твое будущее. Что ты сделаешь за свою маленькую короткую командировку. Дорогие мои, жизнь очень коротка. Через несколько месяцев мне 50 лет. Я не могу поверить в это. Вроде бы, вчера мне 20 исполнялось, уже 50. Но не выгляжу, правда, на 50? Ну, хоть что-нибудь мне там чуть-чуть ободрить. Вы знаете, я вообще выгляжу внутренне, я чувствую себя 20-летним на самом деле. Потому что во Христе нет старости, во Христе нет усталости. Вечером написано, что приходит печаль, утром радость. Силы уходят, Он обновляет тебя. Вы чувствуете, да? Это непрекращающая такая круговорот. То есть, никогда Бог не оставляет человека. И сегодня я хочу просто говорить о познании Бога. Дорогие мои, я вдруг увидел, почему люди падают. Я начал размышлять, почему христиане, рожденные свыше люди, иногда служители, апостыра, они падают в грех, они попадают в блуд, они попадают в пьянство, наркотические зависимости. У меня в голове это не складывается. У меня, слышите, мои дорогие, невозможно понять, как это. Я понимаю, младенец, только покаялся там и так далее. Но люди падают. И вы знаете, я задаю вопрос, я хочу понять, почему это так? Что происходит? И вы знаете, дорогие мои, я начинаю понимать и получаю откровения, и мне становится очень больно. Вы знаете, оказывается, люди могут знать о Боге. Они могут служить Богу. Они могут быть жертвенными. Они могут быть благочестивыми. Но не знать Бога. Вы слышите меня? Как странно! Как это так? Вы знаете, как это так? Благочестивый человек, успешный, Бог благословляет. Он открыл там 150 церквей, но не знает Бога. Вы знаете, это правда. Я начал размышлять, и Бог мне начал эти откровения давать. Послушайте, давайте посмотрим, что говорит Господь по поводу своего человека на земле, которого звали Ио. Мы сегодня хочу, чтобы вы туда посмотрели немного. Вы знаете, Иова 1.8 написано, «И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова?» Вы знаете, я сейчас прочту, и все хотели бы, наверное, быть таким. «Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». Вроде бы, прочитав это, мы можем что сказать? Это Божий человек, да? Аминь или нет? Это человек, который имеет близкие отношения с Богом. Это человек, который знает Бога. Правда, да? Можно подумать так? А давайте посмотрим, что Иов говорит, после того, как проходит свои испытания. Иов 42.5.6 написано, он вдруг, пройдя испытание, говорит такие слова, «Я слышал о тебе слухом уха. Я слышал о тебе слухом уха. Теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Вы представляете, сам Иов говорит о себе, что «я просто оказалось, что я слышал о тебе, но я не знал тебя». И вы знаете, что он, пройдя испытание, говорит «а теперь я видел тебя». То есть получается, что если человек не пройдет испытание, он, возможно, так и не узнал бы Бога. И всю жизнь он прожил бы в этом состоянии. И заметьте, дорогие мои, и что все испытания у Иова начинаются после того, как Господь говорит, «Обратил ли ты внимание на Иова?» Вы знаете почему? Потому что Бог знал, что Иов, он не знает Бога, как любящего Отца. Аминь. Вы знаете, что ты можешь знать о Боге, но не знать Бога. И Бог не хочет этого сегодня. Он хочет, чтобы каждый человек знал Его лично. Не знал, что есть Бог где-то там. Не жил и служил Богу. Не стал законником. Вы знаете, можно служить, быть жертвенным, но быть законником. И не знать самого Бога. Послушайте, столько таких христиан я вижу. Вы знаете, что нет понимания Отца любви, понимания отношения к другим людям и так далее. И, к сожалению, только пройдя испытание, введя Его руку, мы можем познать Господа. Вы знаете, ты скажешь, а почему Бог так благословлял Иова? Я тебе скажу, за богобоязненную жизнь, за благочестивую жизнь Бог делает комплименты. Аллилуйя. И Он не может против Своего Слова пойти, потому что этот человек, он живет благочестиво, Он благословляет Его. У тебя жизнь может сегодня измениться, у тебя отношения могут с Богом измениться. И вы знаете, Господь показывает мне, который не пройдет испытание, который не пройдет испытание, он никогда не узнает Бога. Никогда он не познает Бога. Он будет знать Бога, но не Его. Ами, мои дорогие, давайте обсудим сегодня несколько вопросов. И первый из них, мы будем быстро проходить, чтобы успеть, но вы должны получить сегодня откровение. Потому что кто-то сегодня проходит испытание, кто-то уже прошел испытание, у кого-то вообще не начались, и он думает, что у него никогда не будут испытания. Вы знаете, я был такой человек. Я был такой человек 7 лет назад, я думал, что какие испытания. Я благочестивый человек, я не грешу, я служу Богу, жертвую большие финансы, я езжу по всему миру России, я проповедую, вся моя жизнь поставлена на то, чтобы служить Богу. Какие испытания могут быть? Но вы знаете, что сейчас я понимаю, что я слышал краем уха о Боге, а сейчас я его знаю. Я знаю его, как моего отца. Я знаю моего отца. Я знаю моего папулю, моего отца любимого, который всегда со мной внутри. Он не где-то там на небе, он со мной здесь сейчас, и он со мной везде. И я слышу его голос, и он направляет пути мои. Это взаимоотношения, когда утром просыпаюсь и просто встречаюсь с моим любимым отцом. Аминь, мои дорогие, или нет? Первый вопрос, который мы обсудим с вами, как нам перейти от знаний о Боге к знанию самого Бога. Аминь, мои дорогие. И чтобы нам не бояться, дорогие мои, человек проповедует только то, что сам прошел. Я хочу сразу тебе сказать, не бойся слова испытания. Скажи, я не боюсь слова испытания. Рано или поздно все равно ты пройдешь, мой дорогой. Не надо бояться этого слова. Я хочу, чтобы из-за того, что вы сильно не боялись, я хочу, чтобы мы посмотрели несколько синонимов к этому слову, который подходит именно к испытанию именно от Бога. Посмотрим. Первое. Это исследование, крест, проверка, перемена, затруднения, узнавание. Дорогие мои, мы должны понять, что спасение, которое мы приняли, мои дорогие, это только начало. Вот каким-то образом, моя сестра, ты попала в список спасенных детей Божьих. Вот непонятно как. Но вот он нашел тебя, привел туда, но это только начало. Вот у кого маленькие дети, мои родные, это только вот ребенок, когда родится у вас скоро, мои родные, это только начало. Вот все начнется. И вы как папа, мама, вы начнете его проводить, вы начнете учить его ходить, вы начнете давать эти вещи, я уже забыл, там, как он назвал, ходульки, да. И вот в этих ходульках, знаете, потом он начнет ходить, я помню, я учился в библейской школе в Москве, и учитель говорил о любви Божьей, а у меня как раз Алекс вот только-только начинал ходить, и вот именно я так и делал, как он говорил. Он говорит, вы поймите, ну поймите же Божью любовь. Это когда вот твой ребенок, он стоит, он первые шаги хочет делать, и ты говоришь, давай, и он идет, ты говоришь, еще, еще, и он падает, поднимается, говорит, еще давай, и он опять падает, и опять встает, и опять идет, и вот когда он тебе подходит, тебе, ты поднимаешь, говоришь, вау, и вот это и есть Божья любовь. Бог хочет, чтобы вы не просто в сторонке стояли, Бог не хочет, чтобы вы как зомбированные служили ему, Бог не хочет, чтобы вы молились зомбированными молитвами, Господь, там какие-то наученные слова, Он хочет отношений, Он хочет, чтобы ты пришел, сказал, папуля, мой любимый сын пришел к тебе, возлюбленный, Тобой, доказанный. Уже ты доказал свою любовь на кресте. Мы иногда, я смотрю на христиан, жизни нету. Вроде бы все нормально, ходят в церковь, служат, жертвуют. Жизни нету, нету царства Божьего внутри. Есть просто тупая религия. Есть просто законничество. Есть традиция, но нет Бога. Нету Божьей любви, мои дорогие. Посмотрите, что говорит наш драгоценный Павел Тимофею. Тимофей, сын мой, я пишу тебе это наставление. Помни о пророчествах, которые были сказаны о тебе. Я хочу, чтобы ты, следуя им, вел битву за истину, сохраняя свою веру, чистую совесть. Некоторые ее отвергли, и в результате их вера потерпела кораблекрушение. К сожалению, многие не проходят свои испытания. Они терпят кораблекрушение, потому что они теряют в процессе испытаний веру и совесть. Если ты проходишь испытания, мои дорогие, делай все, чтобы не идти на компромисс с совестью. Делай все, чтобы сохранить веру в это время. Пойми, это самое важное, что ты можешь делать. И Павел говорит об испытаниях, как о нормальном процессе жизни. Смотрите, 1 Коринфянам 10, когда он говорит, все испытания, с которыми до сих пор вам приходилось сталкиваться, были ничем иным, как обычными человеческими испытаниями. Бог никогда не допустит, чтобы вы были испытываемы всех сил. И он верен своим обещаниям. Когда вас постигает испытание, он дает вам и выход, так, чтобы вы смогли его перенести. Скажи аминь. Бог, он допускает все, что в твоей жизни сегодня происходит, не печалься. Все, что в твоей жизни проходит, не печалься. Если ты давно ждешь уже что-то, нету, не печалься. Бог знает, он знает с лучшие времена и сроки. Что мы можем здесь взять? Что мы не должны быть гордыми и говорить, что мы идеальные христиане. Никогда не довольствуйся своим духовным состоянием. Всегда находись в поиске Бога. Всегда чувствуй, еще больше хочу Бог тебя. Еще больше хочу изменений. Второе, есть такое понятие, как человеческие испытания. То есть это процесс жизни, который все должны пройти. Человеческие испытания. Какую-то железяку испытывают. Вы представляете, вообще самолет, вот сделали, вышел с завода и полетел. И на борту 300 человек. О, забыли испытать. Вы поймите, дорогие мои, самолеты, корабли, они все испытываются. В твоей жизни написано, что кораблекрушение в вере, это очень долгое плавание твоей жизни. Под названием вечная жизнь. Скажи, я вечный. И Бог не хочет, чтобы где-нибудь, где-нибудь, даже если тебе будет 90 лет, чтобы ты споткнулся и потерпел кораблекрушение. Поэтому Бог тебе непременно, непременно будет испытывать. Поймите, дорогие мои, у дьявола самое большое желание, чтобы ни один человек не был спасен. И второе желание, когда уже он есть и спасен, потому что он не может остановить спасение. Если он спасен, его следующая задача, чтобы этот человек не вошел в свое призвание. Человек не исполнил то, для чего он рожден. Мои дорогие, вы не рождены просто быть верующими. У вас есть конкретный план, конкретные цели именно для вас. Именно для тебя. И сегодня те, которые находятся в своем призвании, они могут здесь сказать аминь или нет? Те, которые чувствуют радость, те, которые чувствуют, что они не просто живут. Те, которые чувствуют, что это жизнь, это радость, это мир. Я сейчас не говорю, поймите, дорогие мои, о служении. Я говорю о своем предназначении. Это все, что угодно может быть, пойми, ты должен ощущать. Я вообще именно в том плане, в котором Бог меня сотворил, аминь, дорогие мои, или нет? И Бог допускает испытания, которые непременно ты пройдешь, если ты не отступишь. Скажи, я никогда не отступлю. Второе, дорогие мои, второй вопрос. Можно ли это без испытаний? Вы знаете, а можно ли без этого? Да, вопрос такой хороший, да? Можно ли, как вы думаете? Я думаю, что нет. Потому что это то же самое, дорогие мои, что ты просто неподготовленный, необученный, станешь учителем в школе. Да, недавно вот мой друг, он очень такой человек, известный такой человек, он состоятельный человек. И сын говорит, папа, я получу откровение, вот я не хочу учиться, а хочу служить. Знаете, вот учиться не хочу. Вот так вроде бы нормально, да, папа, давай. Вот религиозный человек скажет, вау, круто, ты такой классный. А он, знаете, что сказал, говорит, а зачем необразованный служитель? Ты хочешь опозорить царство Божие, Бога, меня? Вы понимаете, дорогие мои, мы хотим как-то легко, чтобы все прошло. И вот не учиться, не ставить какие-то цели, никаких напряжений, вот просто так, аллилуйя, все вот так мирно, спокойно, пронестись как-то в вечность попасть. Послушай, Бог не хочет туда, чтобы ты пришел банкротом, нищим, бедным, сказал, Господи, всю мою жизнь занимался тем, что работал, жил, ел, секс, сон и опять все остальное. Работал, жил, секс, все остальное. Вот в мире есть только вот это, больше ничего нету, и люди живут именно для этого. Поймите, нет смысла. Аминь, мои дорогие. Посмотрите на таких людей, как Авраам, Иов, Давид, Иосиф, Павел, Петр, пророки. Все прошли испытания. Вы знаете, сегодня утром я очень сильно переживал Духа Святого, и Господь под конец молитвы сегодня мне открыл, говорит, Послушай, я все, что тебе может помешать, передай моему народу, он сказал, все, что тебе может помешать твоему призванию, я отниму у тебя. Скажи аминь. Я отниму, и он показывает. Поймите, дорогие мои, я очень как бы любил друзей, да, людей, друзей любить хорошо или нет. Но вдруг, понимаете, я вдруг увидел, что с друзьями я раз расслабляюсь. Вы знаете, я вдруг увидел, что я как бы денег вроде не любил, но как бы это любил. Понимаете, если я слишком много думаю о деньгах, значит я их люблю, аминь или нет. Бог взял просто, сказал, друзей у тебя не отнимай, я просто на время тебя отделяю друзей, на время забираю тебе финансы, на время все это забираю, чтобы ты вошел в призвание. Вы знаете, это великая, великая радость, когда Бог у тебя что-то забирает, чтобы ты вошел в призвание. Скажи, аминь. Что-нибудь, кто-нибудь получает вообще что-то сейчас? Смотрите, что говорит умный Давид, он не убегает от испытаний, он говорит, Давид, испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри. Не на опасном ли я пути, направь меня на путь вечный. Дорогие мои, ты сам должен этого хотеть. Если ты чувствуешь внутри дискомфорт, если ты чувствуешь, что внутри у тебя отношения с Богом не близкие, если ты чувствуешь, что ты не в своем призвании, помолись, как Давид, скажи, испытай меня, Боже, покажи мне, что у меня внутри, что не дает приблизиться, что у меня внутри, что я не могу войти в эту полноту радости, полноту любви, полноту тогда, когда Бог-то действует через меня. Ты скажешь, что-то ты мало служения, говоришь, послушай, когда ты войдешь в свое призвание, служение будет как инструмент для тебя. Никогда не став служение как свое призвание, вот, и как робот не служи. Я недавно служил в Севастополе лидерами, я сказал, вы вообще не имеете права служить людям, если вы людей не любите. Послушайте, ты не имеешь права служить людям, если ты не любишь. Фарисеи были таковыми. Они служили людям, но они людей ненавидели. Ты не имеешь права служить, если ты не любишь человека, аминь или нет? Ты должен быть наполнен Божьей любовью, чтобы ты говорить о Божьей любви. Как ты, если не любишь, можешь передать его любовь? Давайте посмотрим, что хочет сделать сатана. Послушайте, дьявол, он всегда хочет, чтобы ты разочаровался в Боге. Это его задача, чтобы ты разочаровался в Боге. Посмотрите, что мы возвращаемся к ответу сатаны. Когда сатана ответил Богу по поводу Иова, он говорит, разве даром Иова боится Бога? Ответил Господу сатана. Разве не ты оградил его самого, его домашних и все его добро? Ты благоставил дьявола его рук, и его стада и отары заполнили землю? Но протяни руку и порази все, что у него есть, и он проклянет тебя прямо в лицо. Дорогие мои, дьявол хочет, чтобы ты разочаровался Богу и сказал плохие вещи. Он использовал жену для этого, помните, да, по хули Бога. Он делал все, но допустим, Бог допустил, чтобы дьявол коснулся Иова. Почему? Потому что он поставил на первое место детей, дома, стада. Да, поймите, ну он сильно попался под, под этот, как это слово русское? А? Да, в общем, он попался под каток. У него забрали все. Под пресс. У него забрали все, дорогие мои, потому что был большой, большой, большой был план. Мои дорогие друзья, я хочу тебе сказать, Бог все заранее знает. Все, что в твоей жизни происходит, ни одна вещь не допущена просто так. Иногда тебе кажется, что Господь тебя оставил. Я хочу тебе сказать, дорогой мой, Он никогда тебя не оставит, никогда не покинет. Он никогда не может уже выйти из тебя. Как только Он вошел в тебя, это навсегда. Посмотрите, дорогие мои, что происходит. Посмотрите на Иосифа. Он попадает в тюрьму, он попадает в рабство, попадает в такие ситуации. Но одну вещь надо заметить. И Бог был с ним. И когда он все это прошел, когда он прошел, Бог его поднял на самые высоты. Самое главное, мой дорогой, ты должен дать Богу тебя провести. Он работу проделывает с тобой, дабы ты стал самым близким Его человеком. Он хочет самым близким другом тебе стать. Самым близким. Мои дорогие друзья, если Иисус не является самым близким человеком тебе в жизни, значит у тебя в жизни всегда будут большие проблемы. Мои дорогие, самым близким личностью должен стать Иисус. Если Иисус станет самым близким другом тебе, у тебя в семье будет все хорошо. Если Иисус станет самым близким человеком, у тебя бизнес его и все хорошо. У тебя в служении все будет хорошо. Но если Иисус не будет тебе близким самым, у тебя будут возникать проблемы в семье, в бизнесе, в служении, потому что Иисуса не будет с тобой. Аминь, мои дорогие. Давайте посмотрим третий, перейдем сразу же, если без испытания невозможно, да, если Бог допускает испытания, на это можем все аминь сказать? Давайте тогда зададим нормальный вопрос. Иисус, помните, да, Петра? А что мне с этого вообще? Вы поймите, если Бог что-то допускает, ты должен с этого что-то иметь. Скажи аминь. Бог не может допустить в твоей жизни сложности, чтобы ты что-то не заимел. Вот опять этот парень перед глазами. Вот однажды он потерял любимую девушку. Потерять любимую девушку плохо или нет? Вы знаете, горячо любимую девушку. Плохо, да? А теперь смотрите на эту пару. Я каждый раз, когда я вижу их, я когда вижу этого ребенка, который бегает, сейчас узнал, что еще в животе вторая. Вы представляете, Бог, когда забрал, допустил этого девушки уйти с его жизни, он умереть хотел. Сегодня Бог дал девушке еще двух девушек. Вы поймите, Бог, аллилуйя. Он не может тебе что-то допустить и не дать потом двое больше. Вы меня слышите, мои дорогие? Посмотрите, я хочу вам сказать, дорогие мои, все, кто прошли испытания, если ты пройдешь свое испытание, ты получишь заметно, знаете что? Ты войдешь в свое призвание. Ты войдешь в свое призвание. Если ты не пройдешь испытание, ты не войдешь в свое призвание. Если ты не войдешь в свое призвание, я очень извиняюсь, ты напрасно проживешь жизнь. Вы представляете, какое это бедствие? Напрасно проживешь жизнь. Я видел, как Марина проходила свои испытания. Я видел, когда человек погона в красивом кабинете приходил домой, видел эти, я извиняюсь, вонючую обувь дома вчерашних преступников, которые пришли ей домой. И она все это смотрела, говорила, Олег, что с нами происходит? А мама говорила, все, продавай, Олег попал в секту. Вы представляете, какое вообще, вы даже не можете себе представить, какое это испытание человек проходил. Она могла оставить мужа, как многие жены оставили и ушли. Она могла все, что угодно сделать, поймите, дорогие мои. Но она стояла и проходила, поэтому она сегодня здесь сидит в белых одеждах. Аллилуйя! Давайте отдадим Богу Клаву. Ездит в белой машине и живет с прекрасным любящим мужем. Аминь или нет? А другие смотрят, как это вот так Марина туда попала, а? Марине пришлось с погоны снимать. Марине пришлось эту воню убирать с дома. Марине пришлось свой путь пройти. Проходишь ли ты свой путь сегодня? Вот задай себе вопрос, как ты проходишь ее? С ропотом, ворчанием? Или ты уже хочешь бросить Бога? Ты уже хочешь бросить церковь? Люди выходят, начинают другие церкви искать. Послушайте, тебе не надо другую церковь искать. Тебе надо Бога искать. Поймите, если человек уходит в другие церкви, он не нашел Бога. Поймите, Бог везде. Ты чего ищешь вообще? Хорошего пастора? Хороший пастор Иисус. Иисус, понимаете, ни одного хорошего пастора нету. Я очень нехороший пастор. Я сегодня хороший, а завтра нехороший. Понимаете, говорит, однажды одного татарина побил в армию. Он там в армии служил, он держал одежду, а я одевался вот так. И он так стоял, говорю, татарин, я хороший парень или нет? Он говорит, хороший иногда плохой бываешь. Знаешь, мы как этот... Мы хорошие, но иногда плохие бываем. А Иисус никогда не бывает плохой. Поймите, с ним надо держать отношения. Аллилуйя! Дорогие мои, проблема в том, что у нас есть немножко от Адама. Знаете, Адам просто захотел сам строить свою жизнь. Левка, не строй свою жизнь без Бартана. Никакого будущего там нет. Без Бартана и без Иисуса. Люди хотят строить жизнь без Отца Небесного. Без Отца Земного. Поймите, я своим сыновьям говорю, сыновья, у вас великое привилегие. Отец Земной и Отец Небесный. Ладно, Отец Земной, там, такие иногда неполноценные там качества у меня все. Но Папа Небесный, у него все для вас. Понимаете, мои дорогие? И мы забываем, что мы не можем сами свою жизнь устроить. Скажите Аминь. Знаете почему? Я очень извиняюсь. Мы заключенные. Вот знаете, машина, когда едешь, пишет, неисправность, так неприятно. Вот мы неисправные. Мы не можем вот взять сами устроить все. Наша семья будет неправильная. Наш бизнес будет неправильный. Поэтому не надо Богу какие-то там ставить рамки. На первом месте Бог, потом семья. Бог везде первый. Скажите Аминь. Везде. Он первый. В моей семье он правит, он царствует. В моем бизнесе, в моем служении он правит, он на первом месте, мои дорогие. И Бог допускает все эти испытания только с одной целью, чтобы провести вас. Смотрите. Ио, будучи таким благочестивым человеком, такие вещи говорит. Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня. И чего я боялся, то и пришло ко мне. Нет мне мира, нет покоя, нет отрады. Постигло меня несчастье. Вы знаете почему? Я сейчас буду говорить, дорогие мои. О качествах Бога. Ты должен, первое, знать Бога, как любящего отца. И второе, ты должен знать, на что этот отец способен. Послушайте, ты должен знать его, его качества, кто он. У Бога есть имена, и каждое имя, это его эпитет, это его качество. Скажи Аминь, ты должен знать, каков он. Я знаю, что может, но я должен знать, что может Бог. Я знаю мою жену за 26 лет. Я должен знать Бога, каков он. Сегодня, в каком представлении у тебя Бог вообще? Подумай, что может твой Бог? Посмотрите, все, что нужно было Иову, он должен был знать одно из имен Бога. Это Яхве Шалом. Яхве Шалом означает, Господь мой мир. Скажи Аминь. О чем мне ужасаться? Как я могу бояться, что моих детей поразят? Как я могу бояться, что меня поразят? Послушайте, если я знаю, что мой папа, он Шалом. Скажи Аминь. И вот Бог именно за это, проведя весь израильский народ, всю историю израильского народа, Он пытался достучаться и явить себя им со своими всеми качествами. У него очень много качеств, мои дорогие. Но я хочу, чтобы вы увидели семь имен Бога здесь. Семь. И запомнили на всю вашу жизнь. Записали. Всегда помнили. Поймите, это очень важно. Первое, это Яхве Рой. Это Псалом 22, 1 говорит, Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Скажи Аминь. Яхве Рой, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. У тебя есть такое откровение? О Боге есть или нет? Второе, Яхве Шалом, Он мир мой. Помните, до Судии 6, 24, Гедеону Бог говорит, мир тебе, не бойся, не умрешь. То есть, Он мир мой, хаагутюн, варчан, хорошее слово, хаагутюн. Аллилуйя. Вы знаете, проходя долину смертной тени моими братами, мы всегда были в этом хаагутюне. По-армянски это хаагутюн, по-еврейски шалом, по-русски мир. У тебя в сердце мир или не мир? Мир. Или Великая Третья Отечественная война. Послушайте, Бог внутри тебя живет, мой любимый, дорогой. Запомни это имя. Третье, это Яхве Рофеха. Исход 15, 26 написано. Господь Моисею обещает защиту от болезней. Господь Целитель мой. Скажи Аминь. Господь Целитель мой. Сколько болезней приходят и уходят. Когда болезнь приходит, болезнь, здравствуй. Я знал, что ты придешь. Но сейчас пошел вон. Потому что Бог Целитель мой. Скажи Аминь. Послушайте, если у тебя нет откровения, что Бог Целитель, болезнь, надолго задержится. Я слышу или нет? Вы должны понять, что этот Бог, который внутри меня, Он Целитель. Послушайте, в этот момент высвобождается вера и происходит исцеление. Это уже даже врачи доказали. Если у тебя нет этого понимания, ты веришь в Бога, но не знаешь, что Он твой Целитель, ты не исцелишься. Поэтому очень много болезней в церкви. Болезни не уходят. Они долго засели. Нет откровения. Следующее. Яхве Циткейну. Это оправдание мое. Здесь пророчество об Иисусе. Он оправдал и спас тебя. Скажи Аминь. Они всегда помнят, а я не знаю, какие наши друзья мусульмане говорят, иншаллах, иншаллах, иншаллах. Знаете, недавно на завтрак один мусульманин пришел, и он послушал все о Божьей любви, о покаянии, помолился с нами, даже на чеченском языке, молился, не знаю, мои слова повторял или свои. Но в конце встал, говорит, ребят, вот я со всем согласен, только с одним не согласен, что он наш отец, любящий. Я думал, как же ему объяснить? Вот как ты объяснил бы? Я очень по-еврейски ответил. Я говорю, все правильно. Вы же мусульмане? Говорят, да. Для вас он не отец, а для нас отец. Аллилуйя! Вы сдайте Богу славу! Меня слышите, нет? И он все, вот такой. Как это для нас? Я говорю, ну, вы так сами избрали. Он-то уже открылся, что он отец. И догадайтесь, что произошло. Через несколько дней. На ночной молитве, четверг, поздно. Смотрю, этот чеченец, пришел в церковь, четверг. Кто пригласил, не знаю. Пришел в церковь. После завтрака, вы знаете, что мы никого не приглашаем. Вошел, и вдруг я поворачиваюсь, он уже поднялся, уже идет поклонение Иисусу. Аллилуйя! Хочется же папочку, понимаешь? Мои дорогие мои, ваша проповедь потерянному миру должна следующая. Папа вас любит. Больше ничего. Больше ничего. Мы начинаем от бытия, заканчиваем откровением. Послушайте, папа любит вас. Папа вас любит. Тот, который сотворил тебя в очреве матери, любит тебя. Сына отдал. И сейчас хочет тебя благословить обильно. Аминь, мои дорогие. Яхвешамма. Господь там, Господь там, Господь там, где твоя проблема, хочу тебе сказать, Господь там сейчас. Вы поймите, дорогие мои, везде, куда бы ты ни пойдешь, он там. Тебе никогда пусть не кажется, что его там нет. Следующий. Яхвы Нисси, знамя мое. Помните, Господь сражался с ними в войне и победил Малегитян. Послушайте, всегда, в любом сражении, пожалуйста, никогда не забывай, что Господь с тобой будет сражаться вместе. Аминь. Следующий. Яхвы Макадышхем. Освещающий меня. То есть Бог, Он освещает и отделяет тебя. Он делает все, чтобы тебя отделить от этого мира, потому что хочет использовать. Итак, знание Бога, это прежде всего понимание Его отношения к тебе, как любящего Отца, и также знание Его возможностей и способностей. Через Его качество, давайте посмотрим, мы должны знать Бога, как пастыра, восполняющего нужды, скажите Аминь, дающего мир в штормах, целителя, оправдывающего, спасающего, тот, кого, того, кто с нами везде, сражающего за нас, освещающего и отделяющего нас для себя. Посмотрите, в Новом Завете Иисус, Бог в Новом Завете открывается нам, как Ешуа. Что означает Ешуа? Это означает, Яхве спасает. Иисус имя означает, Яхве спасает. Также Иисус назван пастырь добрый, воскресение и жизнь, альфа и омега, и так далее. Он воплощение Отца, мои дорогие. Его задача подготовить нас и благословить. Вы знаете, если ты взыщешь Бога и помолишься Вседержителю, если ты чист и прав, то Он ныне же встанет над тобой и умиротворит жилище правды твоей. Если вначале у тебя было мало, то последствий будет весьма много. Скажу тебе сказать, что если ты до конца выстоишь, то последствий у тебя будет два раза больше, как у Иова. Скажи Аминь. Но главное перед Богом, чтобы ты был чист. Дорогие мои, хочу тебе сказать, что будут против тебя говорить, будут против тебя лгать, будут все, что угодно делать, но ты должен понять, что твое сердце должно хранить сердце. Если ты будешь хранить свое сердце в чистоте, когда будут злословить тебя, как твоего спасителя, проклинать тебя, не ценить тебя, ты не разочаровывайся в людях, это просто люди. Ты всегда смотри на Иисуса, который тебя ценит и который любит тебя, и ты получишь великую награду. Второзаконие 8.16. Он кормил тебя в манной пустыне, которую никогда не знали твои отцы, чтобы смирить и испытать.